Не только размалевывали, а кидали там и коктейли Молотова, и там шумовую гранату кинули, покалечили собаку, подпалили, крышу эту карбонатную горела, уже пошло до обшивки дома гореть, слава богу, шоу кнопка есть, вызвали СЛО, но полиция, ребята нормально, очень быстро приехали и уже походу даже вызвали МЧСников, вроде пожарной машины, тушили, здесь соседей там зацепили, ну перекинули аж через двор, вы понимаете меня там, соседи идут аж через двор, перекинули, группа лиц, ну я в принципе не знаю, что это такие, но говорят, что это с Николаева, люди, которые, я забыл, как это называется, в Антонской бухче, как-то такое, их организация С-14, они сначала были без балаклав, потом, видимо, увидели, что камеры работают, но выполнили на доме, и сразу начали там быстро надевать балаклавы. Чи уже спілкувалися з вами полицейские, чи викликали вас на допыти какие-то? Да, так точно, вы, да, викликали на допыти, мне эта полиция, фиксировали на аудио и видеозапись, я давал свечения по Екатерине Ганзюх, как все самосвидетели, задавались такие вопросы, знаете вы такую-то, такую-то, знаете Торбина, ну вот такие вопросы задавались. А вы знакомы с Сергеем Торбином, тобто? Да, знаем, потому что у нас находились, ну, приемальные в одном помещении, приемальные масконародные депутаты Украины Баламарчука, и их приемальные, позже 4, и, ну, с людьми общались, я им помогал на фронт, продукты питания, там, солярка, медикаменты, ну, вы участвовали в соревнованиях постоянно, ну, под детям он приезжал там, выступал, рассказывал, что ему президент Украины вручил орден в третьей степени, воевал он, тоже, как рассказывают на Донецке, киборгам, кино снято, ну, в общем, вот с такой его положительной стороны знали Сергея Торбина. А яка ваша участь, ну, власне, в цей всей истории, с нападом на Катерину Гандзюк? Ну, вы знаете, вот, ну, пишут, да, что я там то заказчик, то это, ну, вы извините, это на уровне пишут в Фейсбуке, понимаете, ну, полиция, СБУ этого не комментируют. Я думаю, если бы я был причастен, ну, думаю, что я бы с вами уже бы не разговаривал. Тобто я правильно понимаю, что у вас никаких не было контактов с Торбином с приводу нападу на Гандзюк и передачи денег? Нет, да, смысл у меня было с ним контактировать по поводу Екатерины Гандзюк и передачи денег, если... Ну, я ее вообще не знал, мотив, скажите мой. Я ее вообще не знал, никогда с ней не общался. Мы не пересекались ни в Фейсбуке, мы не были знакомы, мы не занимались никакими рабочими делами. Вы понимаете, я... Ну, я ее никогда даже не видел, ну, в общем даже. Я вот последнее только что узнал, ну, когда ее великислоту и начал за нее читать. В Фейсбуке что там были, у нее скандалы, всеми, всеми. Ну, так я ее как человека, извините, за свой небесный, я ее вообще не знал. Деякие джерела говорят про то, что, мовляв, після того, как стався напад на Екатерину Гандзюк, вас, вы чекали с адвокатом, что вас будут затримывать. Это правда? Чи были вас контакти еще до, власне, цієї истории? Нет, это не было. Я, в принципе, ни с адвокатом, ни без адвоката. Я еще не общался никогда с адвокатами по этому поводу. Я ходил на допиды без адвоката и могу вам спросовать эту информацию. Это так пишут, так хотят. И я вам говорю, ходил, разговаривал, по телефону со мной общались, я не хочу говорить, кто и как общались. Даже по телефону со мной общались. Все пишется, мусируется, да. Ну, вот эти пришли сегодня, кричали, тут написали. Я никогда не был экс-помощником беглого сепаратиста Журавка. Это можно проверить, ну, вы понимаете, в реестри, дать запрос, если это нормальные журналисти. Они не пишут такого, это постоянно пишется в Фейсбуке. И люди на уровне вот этих фейсбучных бокалей приезжают, тут кричат и китают к цели Молотова и все. То есть у вас не было контактов с Жураком? Вы не были его помощником? Я никогда не был помощником, никогда. Присеряюсь вам и клянусь, чего угодно.